Так, ну что, ребят, всем привет! Ролик по поводу битка. Давайте сразу к новостям, потому что начинается жара, да, что на рынке, что в жизни, да, и, соответственно, лето к нам приходит, что называется. Пришло даже раньше, чем ожидалось. Ну и самое интересное, это то, что у нас начинают негативить в новостях, и давайте посчитаем ради интереса, сколько у нас раз сказали за коррекцию, да, то есть у нас начали говорить, что FTX раздаст монеты, совпадения, да, на каждой коррекции нам рассказывают об этом. Потом у нас, что еще, USDT в тени якобы начинают хейтить, USDT чуть ли не скам, опять начинают рассказывать, ну, совпадение, что это делается на Аббале. Коррекция цен на Litecoin будет цена ниже у нас 100 долларов. Вот, давайте посмотрим. У нас говорят, что почему цена Dogecoin в ближайшее время у нас не достигнет 30 центов, то есть, опять же-таки, намек на коррекцию. Bitcoin Cash переживает стремительный рост на 90%, но впереди маячит коррекция. Далее у нас цена на Bonk падает, является ли это причиной снижения активности. Цена Render Token потеряет поддержку в 10 долларов, показатели говорят об этом. Что будет у нас ценой FED после достижения максимума. Далее у нас потом еще Bitcoin упал ниже 67 тысяч долларов, 500 миллионов ликвидаций. Далее у нас цена BNB, неизбежна ли коррекция, опять же-таки. Далее потом у нас Binance Labs и Engineer Coinbase продают эти альткоины. Проигнуть сцены в LNB, показатели указывают на их потенциальную коррекцию в будущем, 3 часа назад, да. И, по сути, как видите, коррекция тоже у нас упоминается. Здесь 1, потом, соответственно, 2, 3, 4, 5. Ну, 5 раз упомянули, это показатели. Снова ягодка опять, да, что называется. То есть, это говорит о том, что специально хейтят, чтобы вы не закупались. И, естественно, это все не просто так. И сегодня я начну с англоязычного издания и посмотрим, что здесь будет. Базовый объем DEX от Coinbase достиг 1 миллиарда на базе сети Base, да. И поэтому доминирует у нас Uniswap, но это мы тоже слышали. Но это тоже DeFi проект и на базе Base, кстати, того же делаются мемкоины. Поэтому присмотритесь, это вам такая подсказка от меня. Давайте покажу. Вот, открываете Base Ecosystem и, соответственно, есть у нас Degen, есть у нас Bread и другие. Balancer, кстати, который я советовал в том числе. Ну и другие проекты, мемы, да. То есть, опять-таки, надо смотреть, отрасление либо нет. Ну и должны быть объемы, ну хотя бы в худшем случае от 100 тысяч долларов в идеале. От 500, а то и от ляма. Вот, ну, если хотите более-менее ликвидную, то берите от ляма и выше. Но сейчас имейте в виду, что опасно сейчас уже заходить. Потому что многие монеты уже поотрасли, как тот же Axelor. Да, ну вот Cyber, кстати, тут замешался у нас. Ну и Balancer еще, кстати, не поздно взять. Это монета DEX, DeFi проект. Поэтому имейте в виду. Вот, что у нас еще из таких новостей. То, что Sekt может отклонить и отложить Ethereum ETF. Но это нам говорили еще 31 числа. И говорили, что до декабря у нас отложат. Ну, как вы понимаете, это все bullshit, да. Далее у нас FTX. Конечно же, пугают, что вот у нас возмещение ущерба в концу 2024 года. И совпадение! Что у нас сказали, что отложат Ethereum ETF тоже до декабря. И FTX сделает разлоки. Многие думают, блядь, а что же будет по итогу? Рост или падение? Ну, открываем секрет. Будет, конечно же, рост. Вот. Tron добивается отклонения. Искать секс. Ссылает на нас зарубежная транзакция. Ну и, как мы помним, у нас отклонить секс о незаконном размещении ценных бумаг. Начали там хейтить у нас Tron тот же самый. Ну и сеть 3020 в частности. Ну и многие, конечно же, на этом фоне обсираются. И плюс еще рынок льются, да, льются альткоины. И многие думают, оооо, все, хана. Общая заблокирована. Некоторые пишут уже медвежка, но уже смешно, да. И у нас TVL растейкинга превышает 8,4 миллиарда долларов. Где будет следующий у нас рассказ. Ну и по факту это у нас данные проекты. И ключевая роль также Agent Layer, да. У нас стратегия AgDrop повышает вовлеченность в DeFi проекты. Далее у нас Юпитер. Юп, да, может обогнать торчейн. То есть руну после ралли на 18%. Ну, многие начали тоже за Юпитер говорить, угадайте, когда. Конечно же, после того, как он в рост пошел. Ну и, в принципе, ЗНА он давал уже около 4 хексов. Мы его, кстати, закупали на дне в закрытом клубе. Поэтому я его тоже советовал. Если кто хотел заработать, ну, надо было состоять в закрытом клубе, как вы понимаете. Далее у нас получается интернет-компьютер. У нас консолидация перед приложением роста цен. Ну, по поводу ICP тоже многие словили FOMO. Ну, естественно, потому что они же не закупали, когда я сказал. И, как вы наблюдаете, пошел памп на 2 х. Выход из накопления в 3 месяца почти. Ну и, как вы понимаете, естественно, это тоже все не случайно. Ну и вот откат сейчас происходит около 15-20%. И это все уже положительный сигнал, что надо будет тоже подкупаться. Несмотря на запрет крипты, видим, Китай у нас запрещает якобы, использует блокчейн для инициативы пояса путь. И, по сути, это какая-то инициатива означает поверженность Китая к изучению технологии блокчейна. Ну и, как мы понимаем, что вот этот вот путь, да, так называемый, что это вообще такое, это у нас инициатива, основная цель проекта – разработать передовую блокчейн-платформу, которую можно будет развернуть в нескольких странах. И, кроме того, цель состоит в том, чтобы обеспечить совместный надзор со стороны различных заинтересованных сторон. Но это, скорее всего, у нас то же самое CBDC, да, как вы понимаете. Далее у нас что еще? Ну, либо регуляторный контроль какой-то. Коррекция цен на Litecoin. Будет ли следующее падение ниже 100 долларов? Это шестая новость по поводу упоминания слова коррекция, либо намек на это. И, как вы наблюдаете, вот у нас падение цены ниже 100 долларов. И нас уже пугает, что, о боже, ребята, сейчас там все упадет, не надо покупать. Ну и, по сути, как вы наблюдаете, уже, сука, Litecoin откупили, да, и, как вы видите, нихера он не падает, и я об этом предупреждал. И, как вы наблюдаете, здесь уже откуп плюс 10%, поэтому те, кто там обосрал штанишки, очень даже зря. И, по факту, как вы видите, падения не было. И нам до этого говорили, что у нас упадет он там чуть ли не на 60 баксов. Ну и, по факту, у нас уже половина этой коррекции была съедена, да, сожрана, я бы даже сказал. И после этого будет дальнейшее движение, я думаю, наверх. Поэтому те, кто испугался, очень даже зря. Потом у нас 10 миллионов раздача от KuCoin, но при этом нам говорили, что якобы скам. Но и самое интересное, я показывал, что тот же KuCoin токен, он вообще не укатался. То есть падение было, ну, в моменте минус 20, ну, сейчас минус 30. То есть какого-то слива, как по Таралуне, как по FTX, его не было, да, как вы понимаете. То есть обвала и критического дампа нет. Вот. Потом у нас Dogecoin не достигнет 30 центов в ближайшее время. Ну и по факту показывает, что цена выросла у нас там в 2-3 раза. Ну и демонстрирует бычий тренд, хотя показывает, что ситуация может измениться. Да, ну вот так вот. Биткоин кэш переживает стремительный рост. Тут инвесторы теряют уверенность, о чем свидетельствует снижение среднего у нас возраста монет. Не знаю, что значит среднего возраста монет, это о чем речь вообще. Ну и как вы видите, цена уже подросла в моменте на ТАИКСА. Я предупреждал, что закупайте, но мне сказали, что не, Саня, не будем. Ну и минус 15% здорово. То есть вообще не упали даже вот сюда. То есть сюда это 50%. Вы серьезно думаете, что будет такая коррекция? Ну я что-то сильно в этом сомневаюсь. Вот. Также многие монеты могли попадать, но это вообще абсолютно насрать. То есть если открыть даже щитки по типу там Лэдиса, давайте глянем, Боуна. Да, здесь имеется коррекция, но это щитки. И то они, блядь, упали вообще особо незначительно. Их уже откупают. И как видите, скорее всего ниже вот этого уровня не поведут. И это новый уровень поддержки, как и был вот здесь. Да, то есть стандартная тема. То есть они сначала стоят на коплении, пампятся, откатываются на процентов 50-70. Ну это щитки, в частности, обычные монеты где-то процентов 50 максимум. Откат. Лой мы уже не обновляем, ниже не идем. Консолидация накопления. Бум. Бум. Откатываемся опять на процентов 50-70. Консолидация. И дальше наверх на перехайд. Вот так они действуют. Это стандартная схема. Я думаю, вы ее уже заметили. Вы ее уже распознали. И те, кто не понял, я ее показывал до этого уже миллиард раз. И те, кто переживает, можете расслабить булки. Поэтому ничего страшного не произойдет и не произошло. Поэтому вообще можете не париться. Вот по Боун, кстати, я не фиксировал ТХ, потому что для меня это копейки. Но тоже там коррекция 60%. Вот эти отметки вряд ли дадут. И, скорее всего, отсюда мы будем отталкиваться. И дальше лететь наверх. Поэтому, если кто хотел докупиться, вы можете сейчас это сделать. По XDC. Аналогичная ситуация. Сильно особо мы не падаем. То есть, как видите, коррекция текущая где-то процентов 16-17. И вот это дно нам не дают. Поэтому можете вообще, ну, как бы не парить и не ебать мозга. И, как вы наблюдаете, вот, допустим, Вердж и Юфи. Давайте откроем. Вердж. То же самое. Смотрите, она, наоборот, в рост поперла. И вот этот кат для нее не имеет значения. Здесь был вынос шертов. Как вы наблюдаете. И падения, как такого-то, и не было. Страха на рынке я тоже, кстати, особо не увидел. То есть, если посмотреть, тут отметка 79%. Здесь отметка 67%. Ну, то есть, может быть, процентов на 5-10 подупало. Но, по большому счету, как бы не было ничего критичного произведено. Ланги у нас побриты на 150 лямов. По Альте. По Эфиру, кстати, очень жестко ланги побрели. Ну, и если глянуть, то, действительно, последние 2 дня у нас братье где-то на полмиллиарда. Ну, оно неудивительно. По поводу Верджа давайте глянем. Да, вчера, позавчера у нас, вернее, сегодня и вчера были ликвидированы шарты. Ну, оно и логично. Ну, и плюс, кстати, вот здесь, когда коррекция закончилась в феврале, у нас, естественно, ну, начался тоже их вынос. Поэтому многие шартили, многие не верят в эти монеты. Ну, вот Юфи тоже вам повторный шанс дает. Вот, поэтому, если кто хочет, можете сейчас подкупаться. Как раз-таки это ваше золотое время. Вот, и так называемая лебединая песня в том плане, что можно успеть закупиться и запрыгнуть в финальный вагон. Потому что такая возможность в дальнейшем вряд ли будет. Ну, вот, поэтому, как говорится, имейте в виду. Если по поводу вообще рынка, то ситуация абсолютно адекватная. Я критического ничего не вижу. Это, наоборот, охерительная возможность для тех, кто хотел докупиться. Ну, кто-то скажет, ну, вот же, Саня, рынок дает ниже, а ты говорил, не дает. Да, но он не дает ниже, но, понимаете, вот чем прикол. Вам уже не дадут биткоин по 15, вам уже не дадут эфир по 1200, там, по 1000. Вам не дадут уже XRP, там, по 20 центов, по 10, по 30 даже вряд ли. Понимаете, то есть BNB по 200. Кто вам это дать сейчас? Да никто. Даже если сейчас BNB укатается в два раза. Ну, сколько он будет стоить? Он будет стоить не 550, а 225. И что? Ну, то есть, условно. Но, как вы понимаете, этого, скорее всего, не будет. То есть, это с этой отметки он должен упасть в сколько? В 60 раз, в 60 процентов. То есть, ну, я не верю в это. И даже из текущих это будет падение якобы на минус 60. Ну, я в это не верю. То есть, это что должно произойти, чтобы либо скам BNB, либо еще там что-то, понимаете, ну, скам Binance, либо там укатывание Flash Crash по всему рынку, тогда да. Но по факту, вы видите, некоторые монеты даже расти умудряются. Вот. Да, скорректировался тот же GRT. Многие скажут, вот, а я там закупился вот здесь, на коррекции в 25. Ну, и что? Насколько он откатился? Был минус 25, стал минус 29. 4% разница. Еба, наоборот. Прям паника, пиздец. Ну, то есть, опять же таки, вообще нечего тут паниковать. По поводу монеты VET. То же самое, видите? Как была, так и осталось. То есть, монеты особо-то и не упали, видите? То есть, это в целом, если смотреть на портфель, как, ну, большинство зачем-то делают, они смотрят и типа, вот, блядь, у меня портфель просадки. Смотрите там. Допускаю, он даже в просадке хоть минус 50%. В потенциале это все отрастет, понимаете, в десятки, в сотни, в тысячи раз. Какая нахер разница, что там сейчас происходит? И если вы паникуете, ну, окей, хорошо, паникуйте. Ну, я перебеждать никого не собираюсь. То есть, вот тройное дно, кстати, и трендовую линию мы четко держим, поэтому никто там, ну, не падает. И, как вы наблюдаете, вот этот вот глобальный такой клин, который здесь образуется, я думаю, потом может очень хорошо выстрелить. И те, кто не верит, вот в течение, я думаю, уже как раз-таки после халлинга у нас Монеро уже попает наверх. Поэтому, если кто хотел докупиться, это можно сейчас сделать по нему. И вам дают повторно 120 долларов. Обратите внимание, да? По Монеро дали, но дадут ли по остальным монетам? Ну, конечно, нет. Вот по Доге, что она сильно упала? Нет, она перед этим отросла хорошенько, чтобы сильно не упасть. По Шибе то же самое. И по многим другим монетам. Там вот ради интереса Star Network многие хотели купить. Ну, вот сейчас ее дают там, ну, примерно, поскольку, минус там 40%. Ну, окей, заебись. Но, как бы, по сравнению с тем, что она была на дне, то есть она все равно еще на локальном хае. Понимаете, вот в чем прикол. Вот, по поводу новостей. У нас, конечно, говорят, что 500 миллионов долларов ликвидированы. И цена биткоина упала всего лишь на 6%. Думайтесь, то есть биткоин чихнул вообще там на стрючок. Просто на мизер, по факту. То есть было падение. Сколько здесь падения примерно? Давайте глянем. Здесь падение, ну, примерно хорошо, процентов 10. И уже полярда ликвидировали. Видите? И если пойдем наверх, естественно, тоже будут ликвидации. Но нас напугать толпу. Понимаете? Далее Джим Крамер у нас заявил еще вчера. Я напоминаю, в день дурачка. Выпустил срочное предупреждение по рынку в связи с падением биткоина. И предупредил, что у нас биткоин перегреет. И в зеленой зоне перегретости. И за 12 лет первоапрельская шутка, кто-то скажет. Ну, и по факту у нас investment group какая-то упомянула, что рынок действительно перекуплен. И сигналы будут появляться во всех индексных фондах США. Ну, и по факту, я считаю, тот же Джим Крамер у нас, естественно, излишне паникует. И если посмотреть на его лицо, то видите, сколько у него сожаления. И вот он в Твиттере даже написал. И, как вы наблюдаете, говорит, это самая перекупленная позиция за последнее время. Лучше продавец, чем покупатель. Ну, и вот, получается, говорит, держу все свои сумки за вас. Ну, на самом деле, так и есть. То есть, holding all my bags. То есть, продолжать холдить, это самое разумное, что сейчас можно сделать. Поэтому, и да, действительно, падение продолжилось. После его слов, хоть он и реверсивный идикатор. Но, опять же-таки, такое тоже бывало. Что отработка его сигнала была спустя день-два. И я более чем уверен, что уже завтра, скорее всего, все это будет откупаться. И, ну, потолок к концу недели. Потому что многие сейчас уже пишут мне даже в комментах. Вот, это боковик, там коррекция на неделю-две. И до этого также писали, да. Вот здесь, когда у нас была коррекция. Мне тоже самое лепетали. В итоге мы падали с 14 по 19 число. То есть, меньше недели, 5 дней. И потом полетели наверх. И выбили шахты. И уже начали опять восстанавливаться. Ну, естественно, те, кто не закупались, они уже опять словили фома. Ну, и вот так по кругу. То есть, естественно, толпу маринуют. И это делается с одной целью. Чтобы, конечно же, ну, вытрусить максимальное количество хомячков перед параболическим ростом. Который еще впереди на альтах. И те, кто не закупятся, они очень потом жестко проебуются. Потому что останется им заходить только на хая. Вот. Ну, и ключевые причины, почему биткоин рухнул. Да, 66 тысяч долларов. Это, естественно, как уже сказано, была ликвидация. Естественно, нам начинают рассказывать, что у нас якобы Grayscale зафиксировала там какие-то объемы битков. Хотя это полная херня и параша. То есть, не было никаких там оттоков из ETF. А что якобы там у нас BlackRock и Fidelity не смогли компенсировать потери Grayscale. Но это полный бред. Потому что Grayscale и, как вы понимаете, Fidelity и все остальные фонды вместе взятые. Они холдят куда больше биткоинов, чем тот же Grayscale. И BlackRock это номер один из фондов, который холдит максимальное количество битков. И я не верю, что вот эти миллиарды, которые они нахолдили, они не имеют бабла. И они плюс, ну, как бы правая рука их это ФРС США, печатный станок. И они не могут вот откупить рынок, да, вот удержать цену. Но это, естественно, бред. Потому что те же BlackRock'овцы, они сейчас все это дело смачно выкупают. И смотрят на вот этих хомячков просто как на пыль, которая не может сообразить, что уж на рынке происходит. Хотя тут все дважды два, что называется, да. И вот у нас Этена, Йена, да, лаунчпул, который был на Binance, да, уже, по-моему, закончился. Биржи добавили актив в листинг. Ну и самое интересное, действительно, листинги будут продолжаться. И Binance также уже залистила, насколько я помню. Ну и 5% это где-то от общего предложения в 15 миллиардов. И самое интересное, что я хотел показать, ближайшее событие, это то, что у нас будет халвинг по Bitcoin Cash'у. Буквально вот со дня на день я хотел вам показать. И, соответственно, после этого, как вы понимаете, у нас будет он уже послезавтра. То есть осталось фиг да нифига. Вот у нас пруф этого всего, да. То есть действительно осталось времени немного. Ну и те, кто переживает, можете не переживать, потому что, естественно, у нас будет Bitcoin Cash в том числе расти. Он отыграл халвинг, ну а после халвинга, скорее всего, будет у нас коррекция, ну а потом уже дальнейший рост. Далее у нас, получается, Мекс листинг будет монета Wormhole, да. Я думаю, многие за нее слышали. Это у нас такой Dex обменник, да. И, соответственно, самое забавное, что листинг будет на всех биржах того же Wormhole, да, чтобы вы понимали. Сейчас я вам покажу. То есть на всех остальных биржах данная монета будет залищена. То есть она будет залищена на Мекси, на Хуоби, ну и ШТХ она сейчас называется. Также у нас халвинг биткоина 20 апреля, я напоминаю. Ну и самое забавное, действительно, то, что та же монета Wormhole, вот у нас будет листинг завтра на бирже, получается, BitGate. На BitGate, на Gate.io, получается, на KuCoin. То есть завтра у нас листинг, номинация, скорее всего, числа 3-4, совпадение, не думаю, да, что называется. И самое интересное, самое интересное по поводу, соответственно, монеты Wormhole, то, что ее залистят, давайте я вам сейчас покажу. Получается, у нас Этена Эльбанк, Эксма будет залищена и так далее. Но монета Wormhole у нас будет залищена, самая забавная, на Бинансе на день позже, да. И вот у нас на KuCoin будет листинг и так далее. Да, вот эти новости. На Мекси, на, получается, Gate.io, на BitGate там и так далее. А потом у нас та же монета Wormhole уже стала известна, что будет залищена 4 апреля. То есть совпадение, да, то есть на Мекси, насколько вы помните, самое первое. Ну, в самую первую очередь листится, потому что порог входа низкий. Вот, ну и, как вы понимаете, естественно, у нас потом будет листинг на Бинансе. Я говорю, что в Бинанс листят в самую последнюю очередь, потому что там проверка, как они говорят, 2 недели только. То есть на, ну, вообще, скажем так, работоспособность проекта и что он из себя представляет на его безопасность. Ну и плюс, как вы понимаете, порог входа в плане того, что, естественно, на остальных биржах они менее ликвидны. Бинанс, самая ликвидная биржа на данном этапе. Ну, под вопросом, конечно, бывают некоторые моменты, когда монеты какие-то не дают вывести и говорят, что надо завести ликвидность. Но при этом 101% обеспечения. Ну, как бы тут уже такое, бывают такие нюансы. Ну и, как вы понимаете, крипта тут гарантий никаких нет. И то, что вам там рассказывают, это вообще без разницы. Главное, что они делают. Также у нас разлоки по Сьюитам и так далее. Ну, в общем, куча новостей. Этот сайт называется CoinMarketCal, да, то есть я не перепутал, он так и называется, да. Тут разные события. Есть еще CoinDark, поэтому обязательно присмотритесь. И вот эти два сайта можно использовать. Давно их не использовал, на самом деле. Но я почему не слежу за событиями? Потому что сейчас куча их будут подвозить. И их было и на медвежьем рынке хватало. Но, как вы понимаете, самое главное, это понимать, что как работает рынок и как двигается цена. Но это уже видно на графике, даже без вот этих новостей. Поэтому я бы на новости особо не ориентировался. Но, как бы, понятное дело, они влияют. Но лишь косвенно, потому что все уже давно заложено в цену. И в желание китов, как они ее будут двигать. Вот. И, по сути, wormhole. Будьте готовы, что будет листинг. Я с листинга сразу покупать не буду. Я дождусь небольшого отката. Если увижу какую-то консолидацию, как по тому же страйкнету, либо там что-то такое, что цена снизится. В любом случае она будет снижена. Потому что с листинга это идиотизм покупать. То, как вы понимаете, там на второй, третий день можно будет прикупить. Если укатывание я не увижу. Но если оно будет, то, в принципе, на всеобщей коррекции рынка, как вы понимаете, естественно, ну, можно дождаться. Еще какой-то апчейн у нас. Да и Гонконг. 4 апреля какая-то конфа. Ну и, в принципе, понятно. Поэтому на 4 апреля у нас будет листинг на бинансе того же вам холла. И имейте в виду, что совпадения не думаю. И данная монета тоже будет у меня в портфеле. Поэтому тоже присмотритесь. Вот. По поводу остальных моментов, что я хотел показать. Это то, что у нас, получается, Джастин Сан и Tron Foundation потребовали отклонитесь к секту. Это мы уже слышали. Далее у нас Forbes назвал X-ActoLedger 19 других блокчейнов, получается, зомби-сетями. И то, что это мусор, якобы. Ну и посмотрите, какие монеты они выделили. Я уже скидывал в закрытом клубе. Я думаю, вы видели в телеграм-каналах различных. То, что они отметили CBDC, крипт люты, такие как ADA Cardano, получается, Stellar XLM, XRP, Apple, да, Algorand. Получается, что у нас еще есть таких потом с Тайчкеринга. Они отметили различные тоже Bitcoin Cash, Litecoin, там, Monero и так далее. Ну, то есть, смотрите, какие-то монеты. ADA Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, интернет-компьютер, Ethereum Classic, Stellar, Stoxx, Casper, Teta Network, да. Ну, это Fuse, соответственно, Phantom, Monero, R-Wave, R, Algorand, Algo, Flow, Multiverse X, ну, это Alorand, EGLD, Bitcoin SV, BSV, да. Ну, и, получается, Mina Protocol, Tezos, EOS. То есть, видите, Старичков указали, CBDC указали, там, какие-то экосистемы, фундаменталы. Ну, и монеты, которые на хайпе популярны и так далее. То есть, опять же-таки, говорит о том, что, скорее всего, тот же Forbes и какие-то киты в них настолько заинтересованы, что они даже статью опубликовали, причем в премиум доступе, платную, да, которая указывает, что якобы эти проекты вообще бесполезные. И, соответственно, раскритиковали их. Ну, совпадение, да, то есть, очевидно, что надо тарить. Вот, Тизер докупила у нас 9 тысяч почти битков, а это примерно 618 миллионов долларов, то есть полъярда. Как раз-таки вот этих ликвидаций, судя по всему, пошли на закуп для компании Тизер. И, как вы понимаете, пока толпа обсирает штаны, у нас Тизер докупается и уже имеют на балансе в своем примерно 5,3 миллиарда долларов, то есть это 75,5 тысяч биткоинов. То есть Тизер докупается, ну, а толпа обсирается, да, совпадение. То есть, видите, вот, пока киты докупаются, толпа ждет ниже. Интерес криптофондам у нас вернулся после рекордного оттока почти ярд долларов, 942 миллиона. Естественно, это пугалки вчера начались на корректе. Дипмайн создала искусственную модель интеллекта для факт-чекинга, то есть проверяющей факты. Далее, получается, у нас Пикшилд говорит, что из уграденных за март 187 лямов криптопроекты вернули почти 99, то есть половину вернули. Далее, Виталик Бутейн поделился деталями следующего обновления. У нас Эфир, и это будет Ape6780. Это является ключевым примером часто недооцененной части разработки и попытки упростить протокол путем устранения сложности и добавления новой гарантии безопасности. Так когда же они снизят эту комиссию, но, скорее всего, снижать они ее не будут. Далее, СМИ у нас говорит по поводу того, что FireCaster оценили в 1 миллиард долларов. Но это новые проекты, судя по всему, и продолжают у нас развиваться, что говорит о бычьем тренде. Тизер заявили о происхождении независимого аудита безопасности. То есть, что они прошли аудит, и это говорит о том, что они получаются в безопасности, и скама не наблюдается, и не будет. Вот, MakerDAO увеличит у нас вложение в USD-E от ETHN до 600 миллионов. То есть, видите, проект ETHN тоже у нас постепенно развивается. И, я так понимаю, проект ETHN, если я правильно понял, да, давайте глянем, или ETHN, как он там называется, ETHN, да, на Binance, вот его залистили. Я его не покупал, я его не продавал. То есть, я холдю монеты, естественно, жду какой-то консолидации там несколько дней, хотя бы буду смотреть. Если будет какой-то боковичок, по типу как по старкнету, да, тогда буду откупать. Если же нет, то, соответственно, посмотрим. Ну, по сути, консолидация здесь уже, кстати, полтора месяца, поэтому старкнет, если кто хотел докупить, можно это сделать. Помните новости по поводу взлома NFP? Как вы наблюдаете, укатывания никакого не было. Коррекция также к тем же отметкам, где мы и были, буквально там неделю назад. Поэтому это ваш шанс откупить на днище. Далее у нас, конечно, биткоин рухнул, нас пугают, что на фоне массовых ликвидаций лонгов упал там с 66 до, вернее, 69,566. То есть, по сути, падение не такой уж и сильное, 3,5 тысячи. Далее у нас Coinbase говорит по поводу того, что раскритиковало требования базальского у нас комитета к стейблкоинам. Ну, это, наверное, Вячеслав Базалев тут замешан. И, по сути, ну, я шучу, на самом деле. Об этом говорится в комментариях от Coinbase к консультативному документу организации. Ну, и, по сути, это тоже у нас, видите, гоня его по поводу USDT, того же самого трейдер превратил 0,1 эфира в 8,39 миллионов на токенах с низкой капитализацией. Ну, это, опять же-таки, шара и капы меньше 5 тысяч долларов. На это обратили аналитики ончейн. Ну, и, как вы понимаете, это больше такое, скажем так, рисковое занятие и больше возможности, вероятность, вернее, потерять. Виталик Бутейн поддержал критика в ЛАЕКТ-решении. Ну, естественно, видите, Виталик Бутейн действует согласно тренду, может, его попросили это сказать, чтобы люди, естественно, не закупались и не верили в новые проекты. Ну, и говорит, что после, повторяю пост полтора летней давности о ЛАЕКТ-решении, что, типа, они не перебьют ЛАЕК-1, ЛАЕК-2. Ну, это специально все тоже говорится, чтобы вы не закупались. Далее у нас компания Илона Маска, Ксай, анонсировала новую версию чат-бота ГРОК. Да, поэтому это все тоже не совпадение. Далее не думал, что это незаконно, у нас говорит Сэм Бэнк-Манфрид, и его якобы приговорили 25 лет срока, ну и большая часть того, о чем я думаю каждый день. И по поводу того, что своих действий и возмещение убытков могло и должно произойти в ноябре 2020 года, это могло и должно произойти сегодня. Мучительно видеть, как они ждут день за днем. На самом деле смешно слушать это лицемерие, поэтому я не буду даже комментировать, я думаю, вы и так прекрасно все понимаете. Бинанс раскрыла состав первого совета директоров, и в него вошли у нас 7 человек, в том числе генеральный директор у нас платформы Richard Tank. И как вы понимаете, представители капиталитной биржи Бинанс у нас подчеркнули, что из 7 членов совета директоров, второе являются независимыми директорами других компаний, гордятся тем, что Бинанс поддерживает такие известные персоны из области блокчейна и веб 3.0. Ранее биржа присоединилась к Альянсу Global Travel Rule. Далее у нас Арктор Хейтс говорит, что не стоит называть мемкоины глупостью, ну и конечно же он уверен, что мемтокены могут служить хорошую службу, ну и конечно же он начал говорить, когда они уже начали стартовать с дна. Аркем Интеллигенс говорит, что тизер увеличил запасы биткоинов на еще 627 миллионов, и как вы понимаете, что это все тоже не случайно. Далее у нас новости по поводу того, что Криптокран говорит, что предложение эфира упало на 1,3 миллиарда в 1 ватт халвинг, и по сути в преддверии халвинга биткоина у нас инвесторы снизили предложение эфира на криптобиржах и торговых платформах, но это наоборот говорит о том, что киты продолжают закупаться и выводить все на холодное хранение. Coin Glass говорит, что стоимость биткоина выросла на 69%, ну и по сути это первый квартал 2024 года, говорят, что это конечно же позитив. Далее у нас Китай запускает разработку влучшаемой платформы пояс и путь, но это тоже CBDC платформа, и задача способствовать расширению международного экономического сотрудничества со странами вдоль древних маршрутов шелкового пути. Далее у нас Telegram запускает оплату в Тонкоине за показ рекламного контента, но это тоже уже показал Джеймс Баттерфилл, говорит, что интерес к объединенным фондам вернулся, но и при этом падение продолжается. Код для входа, говорят у нас, что язык Python программирования, да, язык программирования Python применяется в криптоиндустрии, ну и как вы понимаете, это у нас понятный синтаксис, мультипарадигменный, интерпретируемый, широкая поддержка, и существует огромное количество библиотек, ну и на самом деле он простой в использовании, это мне тоже известно. Ну и основные библиотеки, это биткоин, эфир, безопасность, трейдинг биржи, цены на криптлют и уже существующие проекты, это Chia, это Lampden и Byte & Sorg, ну Chia не самый удачный пример, поэтому, как вы понимаете, в принципе это тоже положительный сигнал для криптоинга, что Python у нас не дается. Тайская биржа BitCube у нас планирует провести IPO в 25-м году. Далее у нас топ-менеджер Coinbase Олеся Хаас говорит, что эфир неценная бумага, и говорит, что основные причины высказалась по поводу регуляции, ну и ввода того, что SEC неоднократно заявляла об этом, CFTC также подтвердила это, ну и как мы можем выходить на рынок наши продукты и развивать инновации в Америке. Далее у нас Crypto.com запускает платформу по торговле цифровыми активами в Южной Корее, ну и как вы понимаете, что это тоже положительный сигнал, а Южная Корея и биржи, которые там связаны, они потом очень хорошо пампят, а я напоминаю, что Crypto.com это один из держателей основных SHIB, вот, поэтому имейте в виду, что SHIB будет дальше расти. Власти Аргентины обязали криптокомпании пройти регистрацию или закрыться, тоже регуляться, видите, сегодня пугалки, тизер успешно прошел независимый аудит безопасности, ну и это говорит о том, что, конечно же, тизер будет продолжать у нас существовать. В марте майнеры биткоина получили рекордные 2 миллиарда долларов, ну и многие, конечно же, говорят, что пик наблюдался в мае 2021 года, коррекция, кстати, была, когда прибыль была 1,74 миллиарда, и многие говорят, что вот, соответственно, типа ситуация может повториться, сейчас, типа, упадем на 50%, но это все туфта. За 44 дня криптобиржи Coinbase и Binance вывели 76 тысяч биткоинов на 5,41 миллиарда, далее у нас до апрельского хаулинга осталось меньше 2 900 блоков, ну и осталось уже где-то примерно 17 дней. Далее у нас Артур Хей считает, что нельзя называть мипкоина глупостью, это мы слышали, Питер Шип, конечно же, хейтер биткоина главный, говорит, что молодежь предпочитает биткоин из-за невежества и неопытности, ну и, конечно же, когда у нас что-то говорил Питер Шип, а вы, как помните, он говорил что-то 19 марта, и это было дно локальное по коррекции, то вполне возможно, что в ближайший день-два у нас оно так же настанет. И далее у нас Альткоин окажется на гребне волны, в бычьем ралли, то есть в тренде. Это у нас Бласт, нам говорят, это Рендер, но Рендер уже отрос поздно, потенциал Юпитер, ну, конечно, на хаях самое время, и Эвелэнч, ну, как он, да, ну, то есть все монеты, которые перечислили, уже дали иксы, либо находятся на хаях. Далее, что у нас еще, то, что у нас глава Морган Каик приедет к параболической росту цены биткоина, но при этом у нас, видите, коррекция продолжилась, и толпу побыли на лонгах. Искусственный интеллект облил цену Шибаину, и говорит, что может у нас к 30 апреля продолжить рост, и после этого примерно снижение может произойти за 30 дней, но при этом в долгосрочной перспективе у нас будет рост по данной монете. Виталик Бутерин рассказал о следующем этапе обновления, но это мы тоже уже услышали, и вот вы видите, как это все будет происходить, вот эти обновления, и в долгосрочной перспективе, естественно, работа будет проводиться, поэтому ни о каком скаме речи быть не может, ну и, естественно, у нас будет, получается, соответственно, ну, короче, вы поняли, ETF будет принят. Теперь рекламу в Телеграм можно покупать за капиталюту Тонкоин, совпадение, да, топ альткоинов, способных увеличить прибыль в 10 раз, ну и, конечно же, это Бласт, опять же-таки, в очередной раз совпадение, да. Далее у нас это Юпитер, опять же-таки, загон, Дюм, ДжТО, ну, давайте глянем, Дюм, ДжТО, кстати, Дюм, по-моему, еще не улетела, поэтому взять ее можно, давайте глянем, да, охеренная возможность ее докупить, и, получается, ДжТО тут, опять же-таки, под вопросом, потому что, да, монета тоже полетела, докупать ее можно было до этого, сейчас уже, конечно же, поздновато. Вот, ну, в принципе, такие новости на сегодня, как вы понимаете, и, естественно, большинство людей испугались, они не захотели инвестировать в крипту, но, конечно же, им интересно инвестировать тогда, когда все растет, но не тогда, когда все падает. Ну, то есть, совпадение не думаю. Ну, и, по сути, вот эти негативные новости, да, которые сейчас происходят, они специально нагоняются, чтобы вы не закупались. Ну, вот, Бонг у нас падает, снижение активности, спровоцировать коррекцию может. Далее, что у нас указывает по поводу того, что топка иптовалютных событий и новостей, которые ожидаются, это у нас дискуссии по поводу СУЗА, СУЗА, СУЗА над СИЗИ, и далее у нас халвинг биткоина, биткоин кэша, запуск сети Aging Layer, ну, и масштабируемость у нас эфира. Я думаю, с этим понятно. Далее, что у нас еще? Рендер токен, конечно же, потерял свою поддержку, будет дальше падать. Далее у нас FED, когда же будет All-Time High, ну, и 93% предложения с прибылью могут быть еще проданы, снижение роста, говорят, указывают на медвежий импульс. Тоже, видите, за коррекцию говорят. Далее, Binance у нас первый совет директоров провела, то есть, опять же-таки, биржа функционирует, биткоин упал, и, конечно же, угрожая, отражая спад на биткоине, и также крупные альткоины также падают, это эфир из Solana, ну, конечно же, Solana, что же еще? Ну, и падение тут вообще милипиздорическое, и сколько здесь было падения, давайте глянем, целых 10% как по биткоину, то есть она даже сильнее не упала, как вы наблюдаете. Далее у нас указывают по поводу того, что вот BNB упадет на 500 долларов и даже ниже, но, как вы понимаете, давайте глянем, сколько сейчас стоит BNB, и нам говорят, что 500 долларов – это возвращение прямо аж вот сюда, на вот эту коррекцию, но, скорее всего, маловероятно, скорее всего, тут будет обновление лоя, максимум куда-то вот сюда мы спустимся, в районе 520, и то не факт, поэтому будьте к этому готовы, и, в принципе, вот эти пугалки – это специально, чтобы вы не закупались и обсирали, что называется. Далее у нас Binance Labs и Coinbase продают альткоины, какие же это альткоины, давайте глянем, это у нас, говорят, Uniswap нам продают, продают также токены GMT, степа, но они нихера не продают, они их, наоборот, копят. Uniswap, нам говорят, упала, и, в принципе, все, ну, на данном этапе, то есть вот эти две монеты специально пытаются, скорее всего, захейтить, чтобы вы их продали, но я думаю, они себе еще покажут, и та же GMT может показать около 10 иксов. По поводу Uniswap, ну, дно она, естественно, прошла, но, как вы наблюдаете, даже с текущих, если вы купите, допустим, ну, в потенциале иксов, может быть, 5, вы заберете, если перехая, допустим, не будет. Ну, и, в принципе, по поводу AVAX, у нас сказали, что показатели указывают дальнейшую коррекцию, может повести к сильной коррекции, и, типа, вот, может быть, переименится тренд с бычево на медвежий, ого, вот, ну, и, по сути, у нас говорят, что падение, в принципе, как вы видите, 30%, но, по сути, я не думаю, что мы сходим на 30 баксов, это пока, ну, вообще маловероятно. Далее у нас A16Z, фонд готовит почву, инвестируя 75 миллионов в Web 3.0, и также в рамках программы Speedrun, ну, и другие крупные игроки занимаются этой темой. Поэтому фонды инвестируют, фонды докупаются, и, как вы понимаете, естественно, нас продолжают пугать, но, поэтому тизер нарастил уже 5,5 миллиардов, ну, а, как мы понимаем, тизер может печатать неограниченное количество, и, судя по той же доминации USDT, хоть она и подросла в моменте, но, я думаю, у нас киты скупаются, и, видя то, что доминация биткоина не падает, доминация эфира у нас тоже не падает, доминация BIMB, давайте глянем, тоже не падает, и доминация всех альткоинов у нас что? Тоже особо не просила, ну, чуть-чуть, на общем фоне, да, у нас там просадка, блядь, целых 3,5% ебануться, ну, то есть, по сути, падения никакого нет, и, как вы наблюдаете, скорее всего, цена будет удерживаться, и ниже там тех же 12-13% мы точно не пойдем, поэтому такие мысли, такие дела, всем удачи и всем пока!